Идея, которую хочется носить. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажал. И чего, сильнее стал? Нет? Не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Переходи на сторону правды. Шарий.шоп. Больше, чем одежда. Привет, дорогие друзья. Сегодня вот только что сделал видео по Андрею Портнову, помощнику Офиса Президента. И думаю, обращу-ка я внимание и на один аспект в России. Потому что я же известен, что пророссийский. Видите, мочу про украинские силы. И обратил я внимание на следующее. Что вышло расследование Беллинкет, все тех же самых Беллинкет и The Insider. По поводу того, что ФСБ, помимо Алексея Навального, пытались отравить писателя Быкова. Дмитрия, по-моему, Быкова. Сотрудники ФСБ, которые пытались убить оппозиционера Алексея Навального, ранее травили и российского поэта Дмитрия Быкова. Это результаты нового расследования Беллинкет и The Insider. Я так понимаю, это тот самый инсайдер, который меня разоблачил, что я за Протасевича выдавал другого бойца батальона Азов. А потом они феерически удалили свое феерическое расследование. После того, как выяснилось, что боец Азова скончался минимум за год до того, как Протасевич позировал для обложки нацистского журнала. Ну, в общем, им доверие есть однозначно. Но меня, как украинца, напрягло то, что Беллинкет почему-то так и не выдал свое расследование касательно Офиса президента Украины и вагнеровцев. И поговаривают злые-злые языки, что у Беллинкета просто купили невыход этого расследования. Я, конечно, не могу в это поверить. Ну, как это, они же расследователи. Но вот почему-то они решили переключиться на Дмитрия Быкова. Что я понял в связи с этим расследованием? Что российской оппозиции опасаться точно нечего. В 2019 году известный российский писатель и поэт Дмитрий Быков был отравлен. Сделали это сотрудники ФСБ. Все. Это уже факт. Понятно, американское настоящее время врать не будет. Открываем радио Свобода. Здесь четко сказано, за что его отравили. Вот за этот плакат «Не раскачивайте лодку, крысу тошнит». Здесь уже Латынина рассказывает, что все было в России с поэтами. Они убивали. Тра-та-та. Путин поставил Быкову оценку круче, чем Сталин Мандельштаму. То есть, это уже факт. Кира Ярмыш тоже сообщает. Кровь у нее стынет. Навальный, Быков выжили. А сколько не выжило, да? Певчих пытались убить. ФСБ пытались убить. То есть, все они уже сообщают это как четкий факт. Вот здесь вот мне интересно, что радио Свобода ссылается на авторитетный твиттер «Сосиска колбасы», который тоже обсуждает отравление Быкова. Думаю, дело именно в этом плакате. Нашу крысу тошнит. То бишь, Быков обозвал Путина крысой. Путин обиделся, сказал отравить. Но не смогли. В первый раз не смогли. Не в первый. Я поэтому и говорю, что вот эти вот россказни про спецслужбы Российской Федерации очень сильно преувеличены. И это те же самые люди, которые участвовали в отравлении политика Алексея Навального и журналиста Владимира Карамурзы-младшего. Владимир Карамурза это практически один из самых главных врагов Кремля. Если вы не знали, так и есть. И его отравили, насколько я помню, раза три, по-моему. Если вам интересно детальное расследование того, с чем были связаны эти отравления, то вы можете погуглить. Но я вам очень не рекомендую пользоваться источниками наподобие Радио Свобода или Настоящее Время. Вот, погуглите. Не получалось. Один раз, второй раз, третий раз. Вот Быкова отравили, не получается. Навального отравят, не получается. Нахрена нас постоянно запугивают этими страшными российскими спецслужбами. Тогда расследователи доказали, что за оппозиционером регулярно летали сотрудники российских спецслужб. Один в один, как с Навальным. Они летали два года для того, чтобы отравить неудачно. По данным журналистов The Insider и Bellingcat, отравление Дмитрия Быкова начали готовить минимум за год. 20 мая 2018 года. Год готовить отравление Быкова. И через год лажануть. Потом два года готовить отравление Навального. И лажануть. Как и в случае с Алексеем Навальным, которого не сразу отпустили на лечение в Германию, Дмитрия Быкова сначала попытались не отпустить в Москву. И вот здесь вот позволю сразу же тормознуться и перенестись в апрель того самого страшного года. Дело в том, что через 10 дней после того, как Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, он уже выходил с передачами на Эхо Москвы. И вот что говорил. Не могу и не поблагодарить колоссально за потрясающую совершенно помощь врачей и потрясающую своевременную помощь врачей в Уфе. Итак, сейчас уже, в настоящее время рассказывают о том, что из Уфы его пытались не выпустить. Но понятно, для того, чтобы умертвить там на месте. И проводят параллели с Навальным, хотя там тоже разная информация. И рассказывают, что если бы не действия врачей сразу же, то вполне возможно, что Алексей скончался бы. Проходит время. И вот уже следует заявление о том, что пытались не выпустить из Уфы, чтобы его там умертвить. А в то время, когда это только-только произошло, Дмитрий Быков благодарил у финских врачей. Там меня довольно быстро ввели в искусственную медикаментозную кому. После этого отправили в Москву. Также он тогда говорил, что если бы меня хотели отравить, то уж точно не дали бы улететь в Бурденко. Без каких-либо проблем начал уже на второй день ходить. На второй день он начал ходить. Но, скорее всего, этого я не смотрел полностью в настоящее время. Этого не расскажут. Это постараются упустить. Они проводят параллели с Алексеем Навальным. Вот что заявил Дмитрий Быков тогда, прямо тогда, 26 апреля. Если бы меня хотели отравить, то меня бы отравили. И уж во всяком случае не стали бы отправлять самолетом в Бурденко. Собственно, это то, что я вам и сказал. Кроме того, в этих всех расследованиях, наконец-то, возникает этот тупой, звериный, но тупой оскал российских спецслужб. Которые не могут сделать ничего. Я не могу понять, для чего нас постоянно запугивают. Запугивают российскими спецслужбами. Послушайте-ка вот это. Что за Быковым следят, его супруга Екатерина Кивахишвили подозревала. Еще в 2018 году она заметила в окне противоположного дома мужчину с биноклем. Даже иногда махала ему рукой. Как мы можем после этого относиться к российским спецслужбам? Через ха-ха, конечно. Но ха-ха заканчивается, потому что возникает еще один писатель, которого также хотели отравить. ФСБшники. Внезапно? Ну, когда, например, мы узнаем, что, если верить расследователям, а почему им, собственно, не верить, что Дмитрия Быкова намеренно пытались отравить, вот не только Алексея Навального, а теперь выясняется. Но выясняется, что и меня. Вот нас же, ну это же, мы нас пытались отравить, и вообще мы чудом остались живы. В смысле? Ну, вот так вот, смотри, просто только через бутылочки нам такую. Кто вас пытался отравить? Ну, тут уж кто же, они же не написали свое. Ну, по-моему, понятно, кто. Путин. Ну, посмотрите, опять-таки, пытались отравить, и не смогли. А где пытались отравить? А был кинофестиваль. Просто там показывали антипутинские фильмы в Сочи. Расскажите об этом. Ну, вот случилось так, что я был членом жюри этого фестиваля, я как-то говорил на эхо, но так мельком. Был членом жюри этого фестиваля, и я так видел, что какие-то есть силы, они вот такие вот, ну, знаете, вот. Сгущались тучи. То есть появились какие-то силы, и начало сгущаться. Как вот собираются тучи такие, ну, как-то чувствуешь, что вдруг обменяется какая-то погода. Что-то кому-то я не очень нравился. Я имею в виду там, местом. Ну, вот, и каждый день бутылочки, пластмассовые бутылочки с водой. А потом в один день вместо пластмассовых бутылочек стеклянную, и его супруга решила отпить. Приносили, и вдруг потом они стали стеклянными. Ну, подумали жену, классно, стеклянно, все-таки лучше. Ну, вот, мы, значит, собираемся уже на вечер вручение премии «Все». И, значит, берем эту бутылочку, открываем, Катя, моя жена, начинает гладать, и просто, вообще, просто ужас какой-то происходит. То есть Катя выпила такие из этой бутылочки? Ну, с новичком или со старичком, что-то такое. И я беру эту бутылку, открытую, у меня начинается жжение рук, нос вообще горит, ну, вообще ужас полный. Вы тоже успели от нее отпить? Я просто не отпил, я даже дотронулся только. Успел только дотронуться, и это хорошо, потому что, ну, это понятно, химическое оружие. Но потом объяснили, что если бы он отпил, моментальная остановка сердца. Моментальная. Представляете? И потом мне говорили, что если бы глотнуть, то остановка сердца, и до свидания. Но у Кати, ввиду того, что сердца нет, у нее сердце и не остановилось. Катя, моя жена, начинает гладать, и просто, вообще, просто ужас какой-то происходит. Мы видим четкий непрофессионализм сотрудников ФСБ. А то, что это ФСБ, это, по-моему, очевидно и ребенку, да? ФСБшники хотят отравить члена жюри кинофестиваля, на котором показывают антипутинские фильмы, и который может сказать что-то против Кремля. Но при этом они настолько тупорылые, что вот это вещество, налитое в бутылку, и вот оно как васаби, как васаби. Но они не рассчитали дозу. Так что мы вызвали, ну вызвали, ну просто ничего. Ну, у меня сердце остановилось бы, а с Катей вроде как, ну что с Катей? Умерла! Что с Катей? Умерла! Отмылись мы от этого и пошли. Нет, мы вызвали сначала гостиничную безопасность, пришли, они тоже попробовали, у них нос там, вообще, знаете, просто вот к слезу потекли. Я все ждал в этой истории, когда они вызовут полицию, и полиция тоже отхлебнет. И вот так вот, кого бы они не вызывали, они отхлебывали, отхлебывали, и в итоге дошли, да, знаете, и все умерли, как говорится. Вот, потом, значит, пришли загадочные люди, сказали, лучше езжайте домой, в Москву. В черном они были, в черном, в черных очках, я думаю, вот тут где-то так. Если начать уточнять, я думаю, он так и скажет. Такие себе люди. Это все свидетельствует не о том, что это просто тупой бред попер, и попер уже не вчера, да, а это свидетельствует о том, что спецслужбы российские просто курят вообще. По сравнению с украинскими суперпрофессионалами, да, вообще никто. Можно было так глотнуть, но потом, когда я рассказал врачам, они сказали, вот просто остановка сердца, а если, ну, так повезло, то отключается печень, там, почки и все. Ну, так что с Катей все-таки, отключились печень, почка, там, и все остальное. А запах какой был? А запах такой вот. На что похоже? Ну, запах похоже на эти, на чесночный такой запах. Чесночный луковый такой. По-моему, это и есть новичок. Это было, я это слышал, такой чесночный, чесночный с привкусом васаби, так говорили. Смотрите, друзья, опять-таки, я показываю это не для того, чтобы как-то высмеять данную ситуацию. Ситуация совершенно не смешная. Это ужасная ситуация. Ужасно. Когда приносят бутылочку, отпивают, успевают выплюнуть и чудом спасаются. Потом вспоминают об этом, что да, действительно отравили. Я думаю, таких отравленных в ближайшее время появится еще много, потому что вы сейчас можете вбить в поиск новости. И увидите, что вот это уже обсуждается. Это уже обсуждается, как факт, так же пытались отравить известного писателя. Это говорит только о том, что российские спецслужбы на самом деле слабые и тупые. И когда говорят, что с ними лучше не шутить, потому что если уж они что-то делают, то делают очень профессионально. Это врут. Потому что вы видите, сами все. Слава СБУ, как говорится, а ФСБ вечный позор. И ГРУ так уж точно. Пока.